Тема борьбы с вирусами, в том числе коронавирусной инфекцией, остается в числе приоритетных не только в нашей стране, но и во всем мире. В Беларуси на сегодняшний день, я полагаю, нет глобальных поводов для беспокойства. В очередной раз хочу заверить всех, мы с этой бедой, коронавирусной на сегодняшний день, справляемся. Думаю, на достойном уровне, но пока забегать вперед не будем. Без лишнего информационного шума, без политических дрязг, демонстраций, комендантских часов, как в отдельных государствах, особенно в государствах с так называемой развитой демокрацией. Переломить экономику, ее законы не получилось ни у кого. Никогда вообще природные, экономические законы человечеству переломить не удавалось. Локдауны, падение валового внутреннего продукта, безработица, безумные эмиссионные деньги, которые сегодня вброшены в экономику планеты, взлет в связи с этим мировых цен, другие последствия отрезвили абсолютно всех. Беларусь уже потратила на борьбу с ковид только бюджетных денег, 750-800 миллионов долларов, плюс почти столько же сами организации всех форм собственности. Наша небогатая страна вложила ресурсы по всем направлениям. Надбавки врачам, закупка лекарств и вакцин, организация производства масок, дезинфицирующих средств. Мы бесплатно прививаем свое население и за небольшие деньги принимаем на прививку всех желающих иностранцев. По сути, у нас осталась одна нерешенная задача – получение собственной вакцины. Все, что вы просили, нормативно-правовая база создана, я подписал ряд документов для решения этой проблемы. В это непростое время, за счет других направлений, мы нашли 10 миллионов, и это только на первый этап, инновационных денег и бюджетных средств в пользу Минздрава и Академии НАПРО. Осталось главное – результат и в заявленные сроки. Мне хотелось бы услышать конкретные меры и шаги, которые приведут к желаемой цели и дадут эффект. Мое посещение, бел вид унифарма, планировалось давно, это одна из потенциальных площадок для производства вакцины. Сегодня вроде бы все готово для того, чтобы разворачивать работу. Так ли это? Послушаем. Для витебчан выбор вот этого предприятия для производства белорусской вакцин – не только колоссальная ответственность. Это огромный импульс для развития всего нашего северного региона. Вирус, к сожалению, никуда не уйдет в ближайшие годы. По-моему, это уже тезис неоспарим. Оспаривают, поможет ли коллективный иммунитет. На планете уже более 7 миллиардов человек. 7 миллиардов человек больше. При этом западные производители заявили, что поднимают цену. Отсюда вывод спрос на этот товар будет и очень значительный. Не проспим, развернемся, значит быстро получим производство с экспортным потенциалом на сотни миллионов долларов. Поэтому я специально попросил расширить круг участников сегодняшнего совещания. И мы должны комплексно обсудить три блока вопросов. Первый. Каковы текущие темпы заболеваемости? То есть, как обстоят дела с ковидом в стране? Как лечим? Какой результат? Сразу хочу предупредить. Никакой самоуспокоенности быть не должно. От министра здравоохранения я жду принципиальной оценки действий руководителей регионов и столицы в этом плане. Об обеспеченности лекарствами, медицинским персоналом, больничными койками, кислородом, реабилитации, восстановлении тяжелых пациентов, соблюдении выработанных мероприятий. Можем ли мы сейчас оценить уровень ожидаемой осени заболеваемости ковид-19 в Беларуси? Готовы мы к возможному новому витку пандемии, если она будет. Вторая тема – вакцинация населения. У нас, как во всем мире, уже сфиксирован индийский штамп. Но мы с министром обсуждали этот вопрос, когда о нем только заговорили. Мы выработали определенные меры, мы ждали и были к этому готовы. Но пока те прогнозы, которые мы обсуждали, они оправдываются. Но сколько будет этих штаммов еще, и не только индийских, никто не знает. Поэтому много раз говорил и повторяю, наша главная задача, в том числе и вакцинация. В том числе. Чтобы каждый понимал, что вакцина – это не то, что ты провакцинировался и все, я уже обезопасился. Нет, как показывает ситуация у мира, нет. Но то, что вакцина ослабит болезнь, если вдруг заразишься – это факт. Практически неоспоримо. Каждый человек – хозяин своего здоровья. Второе здесь – каждый человек должен понимать, что это не только его здоровье. Если он заразился, то он может заразу подкинуть другому. В этом его как раз коллективная общественная ответственность. Но поскольку мы многого не знаем, я бы не хотел, чтобы мы сходили с ума, как это было во всем мире на первом этапе болезни. В связи с этим, никакой насильственной вакцинации. Категорически предупреждаю. Не дай бог до меня дойдет информация, что кто-то кого-то принуждает, наклоняет и так далее. Знаете, что реакция с моей стороны будет немедленной и категоричной. Добровольная вакцинация. Хочет человек вакцинироваться – пусть вакцинируется. Не хочет – не надо. Но есть небольшая группа людей, где людей не заставлять надо, а попросить. Я думаю, врачей не надо убеждать в том, что надо вакцинироваться, что вы там работаете с населением и так далее. Это присвященные люди. И у нас среди врачей больше всего вакцинированных, больше 70%. Есть еще некоторые категории людей, которые не только за себя отвечают, за свое здоровье, но и за окружающих. Продавцы, работники аптек, социальные некоторые службы. Но еще раз, третий раз заявляю – никто не имеет права никого принуждать. Попросите, убедите. У нас люди толковые. Поэтому никакой принудиловки. Что касается у нас вакцинации, ну, все и с тем, что мы действительно не давим людей. Как-то вот произошло в Литве. И получили обратный эффект. Две дозы у нас получили больше одного миллиона. С учетом того, что у нас уже же переболевших немало, которые выработали естественный иммунитет. Одну вакцину, один укол тоже у нас где-то около двух миллионов человек имеют. Трудно сказать, много это или мало. Пока я не могу ни с чем сравнить. Научные разные статьи в авторитетных журналах пока не дают основания. Заявить много это или мало. Вакцины есть. Есть китайская, есть российская. Запад предложил нам через Республику Польша западную вакцину. Если Минздраву она нужна, мы можем ее завести для того, чтобы люди могли выбрать. И сегодня хочу услышать, как продвигается процесс вакцинации населения в регионах. И когда мы достигнем желаемого уровня, если он есть. Хотя я еще раз призываю вас особо по этому поводу не париться. Третий блок вопросов. Производство вакцин. Я подчеркиваю, производство вакцин. Не только от ковид. Сегодня да. Сегодня вопрос производства вакцины, собственной вакцины ковид. Но мы создаем производство всех вакцин. Сегодня это ковид. А завтра другая какая-то будет зараза. Но у нас должно быть производство готово. Вот как в России. По нашей вакцине я сказал. Но меня интересует, на какой стадии организация производства спутник ВИП по полному циклу на площадях беломедпропаратов. Как мы и договаривались. Это не снимает вопрос нашей вакцины. Но это отдельный вопрос. Все ли вопросы урегулированы во взаимоотношениях с российскими партнерами. Продолжение следует.